здравствуйте уважаемые садоводы и огородники меня зовут русских иван я приветствую вас на канале про цветок сегодня я научу вас как делать очень вкусный и очень полезный пробиотический продукт в предыдущих наших выпусках мы говорили о двух очень важных пробиотиках это ацидофильная палочка лактобацилиус ацидофилиус и молочнокислый стрептокок термофильный который находится в препарате bio близ специально предназначенным для лечения проблем заболевания верхних дыхательных путей и полости рта и из одного из второго получается превосходный кисломолочный продукт ацидофильное молоко и вот такая вот простокваша каждый из них сам по себе уже является весьма ценным пробиотическим продуктом однако уже давно известно что вот бактерии рода лактобацилиус и бактерии рода стрептокок если они вместе живут в молоке и вместе работают над приготовлением молочнокислого продукта они проявляют синергический эффект синергизм это означает усиление полезного действия друг друга не вдавая в подробности я могу лишь сказать что они не только поддерживают друг друга при жизни в молоке ацидофильная палочка синтезирует в избытке вещества которые очень нужны молочнокислому стриптококу и наоборот молочнокислый стриптокок создает идеальную среду для жизни вот этой ацидофильной палочки в этой связи самый ценный и самый полезный продукт получается тогда когда мы их культивируем одновременно для того чтобы приготовить самый полезный йогурт необходимо не брать вот эти вот исходные аптечные препараты а брать те закваски которые получились в результате использования вот этих аптечных препаратов приготовить йогурт очень легко нужно взять бутылку ультра пастеризованного или стерилизованного молока я пользуюсь всегда конечно же нашим белорусским она стабильного высокого качества и добавить сюда немножечко одной закваски и если на этом остановиться то у меня уже получится здесь через ночь ацидофильное молоко но я добавлю сюда и 2 закваски такое же количество немножечко буквально столовую ложку тщательно все это перемешиваю и ставлю в теплое место для того чтобы молоко это нагрелась побыстрее необходимо первоначально поместить его например горячую воду ну не сильно горячую потому что это все-таки пластмассовая тара но умеренно такую основательно теплую воду для того чтобы она как следует прогрелась а потом в отопительный сезон поставить его у батареи можно налить это все дело в йогуртницу или в мультиварку или просто поставить в теплое место чем-то накрыть ну так как это делали издревле для приготовления домашних кисломолочных продуктов в результате через ночь и через сутки у меня образуется вот такой вот такой вот кефир вот такой вот молочно-кислый продукт у меня даже здесь подписан микс вот этот кисломолочный продукт необходимо использовать только для питья только для потребления в пищу но не как исходная закваска потому что каждый раз непонятно какая бактерия здесь могла взять вверх хотя они живут таком синергизме да но при множественности пассажей множественности пересадок какую-то из бактерий можно случайно утратить почему это может произойти может быть вы в какой-то раз молоко разогрели слишком сильно тогда будет жить преимущественно ацидофильная палочка а стриптокок не будет нормально развиваться либо наоборот не достигли оптимальной температуры в 35-37 градусов в этом случае у вас преимущество получит молочнокислый стриптокок а ацидофильная палочка работать не будет но когда каждый раз вы будете саживать их вместе будет точно знать что исходная закваска у вас содержала то что вы положили в бутылку содержала и одну бактерию и вторую в результате получается вот такой молочнокислый продукт он лишён такой высокой слизистости ацидофильного молока может быть кому-то это не очень нравится он лишён вот этой излишней рыхлости сгустка которая присуща молочнокислому стриптококу он вот такой вот густой его можно даже ложечкой и сюда хорошо положить ягоды только без сахара необходимо помнить что лактобацилиус ацидофилиус образует рацемат молочных кислот и д-молочную кислоту и л-молочную кислоту приживается в нашем кишечнике и после принятия последней порции вот такого кисломолочного продукта содержащего ацидофильную палочку она в нашем организме может сохраняться течение двух трех недель и избыток сладкого который попадает в наш организм может преобразовывать в такую довольно вредную молочную кислоту которая избыток который может негативно сказываться даже на нашей мозговой деятельности поэтому поменьше сладкого побольше пробиотических молочнокислых продуктов таким образом вы оздоровите полость рта оздоровите кишечник оздоровите иммунную систему в целом и будете себя чувствовать очень и очень хорошо а для садоводов и огородников это не последнее дело осень работы много зима небольшая передышка февраль начинается рассада а там и весна не за горами силы только давай давай и давай и этот продукт вам поможет сохранить и приумножить ваши силы очень хорошо я желаю вам крепкого здоровья всего хорошего до новых встреч